привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить дум 3 в последней серии мы практически добрались до штаба где сидит сержант келли нам нужно связаться с ним в принципе ждать дальнейших показаний на базе все плохо в последней серии было очень страшно но тем не менее мы нашли оружие и мы нашли ключ карту которая нам сейчас пригодится я думаю так нравится хорошо отлично так больше вроде никого нет этого же офисов которые мы приехали солдат это не так робот спасай а где робот давайте посмотрим там что-то не пришел ну ладно так хорошо давайте потихоньку двигаться дальше все затихло уже кстати говоря вы заметили бой прекратился в предыдущей серии про моему прям радио не замолкала вот твою мать вот начинается как обычно успели опять не аду страшно напугать ну что за люди так патроны достаточно быстро кончаются если уж там кто-то есть отдохни уже ну смотри какие упертые эти одержимые еще кто-то есть он там судя по всему так давайте подзарядим фонарик так все можно отступить и дождаться вас давай дружок чё офигеть у него главы нет и он идет еще кто-то есть да вы издеваетесь не может быть до вас вот хорошо нет огневой мощи в руках конечно это все становится нормально намного проще, если бы во всех хоррорах было так легко, но все равно пугает. Так, вот на. Что еще у нас тут? Вроде все тихо. Ну, кстати говоря, казармы уже тут где-то. Все, почти дошли. Бронежилет. Супер. Так. И что? Как же мы выходим? Давайте что ли сохранимся. И где-то сзади, видимо, была еще развилка. Вот, наверное, тут, да? Я просто не знаю, что делать. Что это за штуки? Не знаю, говорит. Просто держись рядом со мной. Это что было? О, блин, надо спешить. Ой, тихо, тихо. Фу, какая пакость. Так, там уже затихли, поэтому, скорее всего, ничего хорошего я там сейчас не найду. На власть. Блин, как давит игра вот этим своим имбентом. Хорошо. Так, гад, смотри, все это время стоял, ждал меня. Ладно, не помогло. Смотри, ты какой у нас откормленный. Ты прям как певец этот. Крылов. Вот мы вляпались в дерьмо. В полном смысле этого слова. Так, что там долбится? Уйдет. А! Так, а тут что? Не самое гостеприимное место, надо отметить. Здесь, похоже, перестрелка была, что ли. Вот сколько экранов побито. Ну да ладно. Так, хорошо. Чуть-чуть подлечимся, вколем себе. Так, рука. Чья-то рука. Отлично. Кода мы не знаем, к сожалению. Кто там? Там за стеной кто-то определенный есть. Марк Кейсиен. Так, участившиеся психические... Ну понятно. Сейчас не до прослушивания ваших подробностей. Спасибо, что ты переслал мне свой аудиоотчет. Хотелось бы мне, чтобы в нем были хорошие новости. Я свяжусь с нашими коллегами и здесь, на земле, чтобы найти дополнительные средства людей. Учитывая сложившуюся ситуацию, это может оказаться непросто. Возможно, некоторое время ты будешь один. Сара Хольстон. Уезжаешь? Марк. Говорят, ты уезжаешь с Марса. Я рад, что ты сможешь больше времени проводить с семьей. Но меня очень волнует, что теперь мы будем делать... Что теперь будем делать мы? У нас и так не хватает людей. Твой отъезд для нас будет большой потерей. Кстати говоря, я заметил, что заказ управления ведет себя все более и более странно. После разговора с тобой я уже ни в чем не уверена. То ли я просто перестраховщица, то ли он тоже подцепил эту непонятную гадость, которая все больше распространяется. Клянусь, сегодня он пытался меня укусить. Что ты мне поручишь в твое отсутствие, Сара? Так, ну, код мы узнаем, я так понимаю, только прослушивая один из этих аудиодневников. Давайте приступим тогда. Доктор Марк Кэссиан, в 1547, пациент Джонатан Уиллс был отмечен после упомяки о инсомнике и наже. После бессонни, шепан поступил к больному. Он был спокойный. Потом его привели в комнату и шли на диску. Но потом его персональность изменилась, его личность. Когда я вошел в комнату, он прыгнул на меня со скальпелем. Мы его связали и успокоили. Диагноз ему было трудно поставить. Потом он пришел в себя и вырезал себе три символа на руке. Не знаю, Гриш, что происходит. Надеюсь, другие психиатры придут. Все медицинские оборудования и оборудования будут закреплены в безопасном хоспитальном кабинете. С кодом 347. Доктор Кэссиан, отлично. Три, четыре, семь. Да, непростым тут было, да? А мне, в принципе, ничего и не нужно было. Хорошо. Тем не менее. Так, ну ладно, допустим. Это было довольно жутко. Так, тихо. Ой, елки-палки. Да, блин. Ой, блин. Сколько патронов потратил, а? Мозила. Хорошо, ладно. Фу, неприятные пареньки, да? Я бы сказал. Это ты, похоже, на меня и напал? Безумец. Ты как вообще? Заброняешь, возвращаться не будем, я думаю. Ой, уйди, уйди. Ненавижу. Ненавижу. Так, штаб у нас где-то там. Пройдем, а то так нет. Че-то сомневаюсь, честно говоря. А, ну нормально, ладно. Мозги себе вышиб. Так, отлично. Кто тут был? Хорошо. Допустим. Кто-то ходил. Прямо за углом. Так, ладно. Лучше маленько обжечься. Но зато... Будь твердо уверенным в том, что делаешь. Парниша, все похоже. Который нам встает, тут дорогу указывал. Беда влага. Какая отвратительная рожа. Офигеть, они тут оборонялись до последнего. Так, связь получена. Не могу поверить, что ты живой. Я не могу вернуться в Марс-Сити. Все доступы перекрыты. Здесь командный пост. Я могу следить за всеми. И связываться. Твоя миссия связаться с командой Браво. Направляйся в лабораторию Альфа. Там их найдешь. Я тебе дам коды доступа. Хорошая работа. И удачи. Отлично. Так, нам нужно найти команду. Соединиться с ней. В принципе, звучит логично. Потому что одного тут рассекать не особо классно. Так, ну здесь у нас похоже, по крайней мере... Келли в безопасности. У него там роторный пулемет стоит, если что. Ладно. Оборонялись по полной. Настоящие герои. Почему в этой игре обычные враги, стоящие за углом, так сильно пугают? Это же... Это ненормально. Блин, сюда мы не попадем. Сколько там всего хорошего, да? Ну ладно. Ну что, давайте выдвигаться. Потихоньку, помаленьку. Выбора особого у нас. В минуса загнал. Нравится? Хорошо. Так, еще есть патроны? Ладно, уходим нафиг. Так, сохранимся. Что-то мне это все не очень нравится. Минус. Ребята, выходите по одному. Мне так гораздо спокойнее. И вам надо думать тоже. Давайте. Твою мать. Окс, укусов. Так, ну ладно. Неприятный коридорчик такой, да? Слева у нас кто-то есть. Давай, вылазь уже. Так, ну все идет по плану. Распределенное. Потоки давления. Здесь мы проходили недавно. О, на кухне полный бардак. Вот фонарик получше. Все тут погибли. Тут у нас такой бармен дружелюбный был. Но не судьба. Так, тихо, 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 тихо. Отлично. Что еще у нас тут может быть? Секрет, найдешь охранных ботов? Используй их. Сломали, блин. Супер турбо. Турки панчер. Вот гады. Келли нас поддерживает. Он, судя по всему, за нами. С камер наблюдает. Что может быть более жутко? Ай, твою мать! Что ж так громко-то, а? Ой, вот-вот я обосрался. Это капец. Никогда не играть в этих наушниках. Это же капец просто. Так, ладно. Красавчик. Мы им покажем еще с тобой. Это была ошибка. Ничего страшного. Что-то тут совсем нехорошие звуки. Ох, блин. Что-то я перепаратился. Аж до холодного пота. Что называется? Ночью в наушниках. Так, охранный бот. Здравствуй. Родимый. Так, сюда нас раньше не пускали. Пойдешь со мной? Пойдем сюда посмотрим. Я же оттуда приехал. Что там сейчас творится? Пойдем. Ааа, меня ты что стреляешь, ну? Ну ладно. Хороший песик. Ну, что-то интересное. Да подожди, не беспокойся. Вот тут мы начали серию, да? Марин. Ты должен идти к Браво-тиму быстро. Они нужны все мощности, которые могут получить. Отвесить эту трансмиссию, это критично для нашей живописистики. Давай, быстрей, беги к команде Браво. Нужно с ними, говорите, соединиться. Нужно послать передачу, чтобы все знали. Так, ну понятно. Сюда не попадаем. Хорошо, пойдем. По крайней мере, проверили. Отлично. Вдвоем-то сживем, да? Стойте. Ай, молодца. Давай, рубай их к чертовой матери. Так, пусть они там разбираются пока. Ох, как он неплохо их рубает. А я смотрюсь маленько. Нам нужны все припасы, которые сможем добыть. Я, пожалуй, перестрахуюсь. Так, тут все спокойно. Ну ладно, пойдем дальше. Давай, чисти. Молодчина. Так, тут определенно кто-то есть. Блин. Бронежилет лежит. Ай. Ладно, веди дальше. Столько мест интересных. Робот, робот. Ой, твой мать. Да идите вы. Вашу мать. С двух сторон. Это же просто подло, нет? Да твою мать. Ух, блин, это было опасно. Просто и задрали меня в клочья. Давайте сохранимся. Что-то я прощелкал в тот момент, когда их двое стало. Ладно, живой. Не скажу, что целый невредимый, но, по крайней мере. Что у нас тут? Стоило оно, того нет. По крайней мере, патроны. Ой, аптечка, вернее. Хорошо, чуть полегче стал. Дункан Мэтьюс. Так, ну, вроде спокойно. Давайте почитаем потихоньку. Дункан Мэтьюс. Аудиозаписи нет. Почта. Рэй Герхард. Если вы получили это письмо, значит, вы один из тех, с кем я работал на Марсе и кого я никогда не забуду. Я хочу сообщить вам, что увольняюсь из ЮЭС и улетаю с Марса в поисках новых возможностей. У меня осталось только последнее задание в лабораториях Дельта. Завтра я его закончу. Я буду по вам очень скучать и часто вспоминать вас. Уверен, что друзья, которых я здесь нашел, пройдут сквозь мою жизнь. Я, конечно, не пропаду из виду. Как только у меня появится новый адрес, я тут же вам его разошлю. Надеюсь, вы придете завтра вечером на кухню Марс Сити, чтобы отметить мой отлет. Мой шаттл отбывает рано утром 16 ноября. И мне не хотелось бы упускать свой последний шанс увидеть вас. До следующей встречи. Рэй Герхард. Так, заявка на снаряжение охраны ЮЭС. Мы понимаем трудности и заботы гражданского населения Марс Сити. Смею вас заверить, что волноваться не о чем. Службы безопасности ЮЭС держат все под контролем. Я оставил заказанный вами бронежилет у вас на столе. Надеюсь, это поможет вам спать спокойно. В то же время удовлетворить вашу заявку на плазмомет мы не можем. Напоминаю, что о приобретении, хранении и ношении оружия гражданскому персоналу запрещено. О, френаси он, гранатомет. Так, если вы еще раз отправите такую заявку, я буду вынужден сообщить об этом в отдел кадров ЮЭС. Если вы случайно найдете военное снаряжение, ваш долг немедленно сдать его в службу охраны ЮЭС. Понятно. Так, ну и что? Будет спокойно. Фух. Вот это да, ребята. Ну, отлично. Ну, нельзя было как-нибудь, я не знаю, более гостеприимно все это сделать. Я не думаю, что вы понимаете, доктор Бетруггер. Нет, я все понимаю. Я повторяю вам, доктор. ЮЭС берет эту операцию под контроль. Операцию? Так вы это называете? Операция? Ситуация вышла из-под контроля. Да не вышла она из-под контроля. Это вы вышли. Я разберусь, а вы ничего контролировать не будете. Поняли? Хорошо, Бетруггер. Думаю, я понял. Хорошо, план Б. Твою дивизию. Абонин. Так, ладно, допустим. Тронов не так, чтобы много. Я не могу сказать, что я сильно хочу сюда, но... Ладно, допустим. Ладно, допустим. Давайте дальше львиним. Ой, твою, да что ж с вами? Ой, какие нехорошие звуки из-за двери идут. Я слышу, что солдаты какую-то совсем уж непотребную хрень. Ой-ой-ой. 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 Хорошо. Так, отступаем. Отступаем. Блин. Блин. Трясет сильно. Фу. Ну ладно, когда я сигнистрел, это все хорошо. Ты посмотри, какой кошмар. Японо мать-то. Там все вообще в крови. Они баррикадировались. Так, ну что, давайте мы на этом, наверное, завершим эту серию. В следующей уже будем маленько развиваться, разбираться. У нас вон компьютер, PDA, все, что нужно есть. Так что отсюда будем дальше двигаться по Альфа-лабораториям. Тут, я думаю, будет много интересной информации и довольно страшно, потому что в этой серии, как вы помните, я один раз даже вскрикнул. Он настолько испугался. Игрушка пугает, но удивление. Это очень круто. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!